Отец, мы просто благословляем и прославляем Тебя сегодня. Мы поклоняемся Тебе. Мы возносим наше сердце, наши руки, наш разум к Тебе. Мы представляем наши тела Тебе как жертву живую. И мы благословляем имя Иисуса. Мы благословляем Господа. О, душа моя, мы благословляем Господа. Это хорошо, когда вы принимаете благословение, которым Бог благословил вас. И вы благословлены благословением Авраама. И затем вы поворачиваетесь и благословляете Господа. Аминь. Аллилуйя. Теперь повернитесь и благословите друг друга. Аминь. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Иисус. Благословите Господа. Затем вы можете садиться. Посмотрите вместе со мной в Евангелие от Луки. Это будет мостом к тому, куда мы направляемся. Евангелие от Луки, 17 глава. «Сказал также Иисус ученикам, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы Ему, если бы мельничный жернов повесили Ему на шею и бросили Его в море». Их глаза расширились в тот момент. «Как вы считаете? О-о-о-о». И Он сказал, «Нежели чтобы Он соблазнил одного из малых сих». Наблюдайте за собой. «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покаяться, прости ему. Если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему». Они сказали, «Господь умножь в нас веру». О, я имею в виду, жернова и бросание на дно моря. Но это не было настолько сложно, как прощать кого-то семь раз подряд. И все это впечатлило их довольно сильно, и они сказали, «Умножь в нас веру». Меня восхищает, когда я вижу такое, потому что я знаю, что они чувствуют. И Господь сказал, «Если бы вы имели веру, зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас». И вы должны помнить, что они уже были научены, согласно 4 главе Евангелия от Марка. Иисус уже давал им урок за уроком. Учая их, «сеятель сеет слово». «Сеятель сеет». Урожай, сеяние, урожай. Иисус сказал, «Все, Царство Божие, подобно тому, как если человек бросит семя в землю». Ложится спать, встает, ложится спать, встает. Семя всходит. Он не знает, как. Но когда это происходит, он посылает серб. Ему не нужно понимать семя, чтобы заставить его работать. Однако, чем больше понимания у вас есть о сеянии, и чем больше понимания у вас есть о семени, тем лучшим фермером вы можете быть. Но это всего лишь часть факта. Что земля знает, что делать с семенем, а семя знает, что делать с водой. И вода знает, что делать с почвой. И вы складываете их вместе, и они произведут что-то хорошее. Проблема в том, что почва не может выбирать, что выращивать. Аминь. Какое бы семя вы в нее не посадили, именно это она будет выращивать. Почва пытается взрастить все, что вы поместите в нее. Все. Семя. Столб. Положите камень в почву. И почва начинает пытаться заставить его расти. Выкопайте его. И вы обнаружите, что грязь прилипла к камню. Она работала над этим камнем с того момента, как он попал туда, пытаясь заставить его расти. И это все, что почва умеет делать. Поставьте столб. Вкопайте в столб. И почва начнет разъедать основание этого столба, пытаясь заставить его расти. Он не будет расти. Так что она просто заставляет его гнить. Аминь. Почва разъест стальной столб через какое-то время, пытаясь заставить стальной столб расти. Почва хочет взращивать все, что вы сажаете в нее. Ваш дух хочет взращивать все, что вы вкладываете в него. Если вы вкладываете в него страх, гарантирую вам, что он будет расти. Страх будет прорастать. Я собираюсь остановиться на минуту, и я собираюсь сказать вам это прямо здесь и сейчас. Не смейте продолжать лелеять страхи и фобии в вашей жизни, и не говорите о них, как о чем-то забавном. Говорю вам, ваша вера была дана вам всемогущим Богом, и Иисус пролил свою кровь, чтобы вы могли иметь ее. И тот факт, что вы питаете страх... Ну, все в порядке, брат Коппин, знаете, вы всегда говорите об этих самолетах, но я просто хочу твердо стоять на земле. И вообще. А что, если пришло время пилоту уйти? Не говорите со мной о страхе с таким смехом, если только вы не хотите, чтобы я на вас набросился. Возьмите власть над этим страхом. Мне не важно. Даже если вы не собираетесь никуда лететь на самолете до конца вашей жизни, все равно возьмите власть над этим страхом летать, и выбросьте это прочь из вашей жизни. Выбросьте это из ваших уст. Если нет другой причины, то ради уважения к крови Иисуса. Но этот страх выйдет наружу в других сферах вашей жизни, когда вы даже не знаете, что все испортило. И дьявол очень заинтересован в том, чтобы у вас были фобии и страхи. Если у вас есть страхи, вам нужно связать все эти страхи с Словом Божьим и другими Божьими путями, которые приходят вам на ум, чтобы выбросить их прочь. Не миритесь с ними, не побеждайте их, выбросьте их прочь, выбросьте страхи. Совершенная любовь изгоняет страх. Вы можете прийти к такому состоянию, где вы ходите в свободной от страха жизни. И когда вы это делаете, вы отодвинули вашу точку поражения намного дальше от себя. Ваша победа в вере. Но в тот момент, когда вы приходите в место страха, это ваше место поражения. Именно там. И когда вы осознаете, я имею в виду, выбросьте это прочь оттуда, начните работать над этим. Вы только что получили диагноз от Святого Духа. И когда вы это узнаете, вы начинаете работать над этим со всей своей духовной мощью, которую небеса дали вам. Слава Богу. Вы разбиваете это всем, что вы только можете придумать. Аминь. Если это страх перед тем, чтобы ездить на лифтах, пойдите туда во имя Иисуса, молясь на языках, и ездите на этой ужасной штуке до тех пор, пока он не износится. Запрещайте этому каждый раз, когда вы просыпаетесь. Просто говорите, уходи прочь. У меня есть это. Я поеду на лифте. Благословен Господь. Аминь. У меня раньше были проблемы с высокими местами. И в самолете у вас нет такого чувства. Это не то же самое. А вот очень высокий мост, я не хотел ехать по нему. Это просто очень беспокоило меня. И первый лифт, который я увидел, со стеклянными стенками. Знаете, он был снаружи. И вы видели, как он поднимается, опускается. Это заставило пальцы на моих ногах поджиматься, понимаете? Я сказал, о, нет. Вы не будете. Нет, 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 нет. Я зашел в тот лифт, прямо к стеклянной стене, стал прямо рядом со стеклом, так близко к стеклу, как только мог. Уперся в него носом и сказал, хорошо, нажмите кнопку верхнего этажа. Поехал вверх, я сказал, пальцы ног, расслабьтесь во имя Иисуса, я запрещаю тебе страх. У меня внутри есть вера, а не страх. Я дошел до того, что охотился за высокими мостами. Слава Богу. Просто воздайте Богу славу и просто идите к этому. Аминь. Кто-нибудь из вас бывал на мосту Ройл Джордж в Колорадо? Вы переходили по этому мосту? Как вы переправлялись там? Вы ехали на машине? Мы с Глорией переехали его на мотоцикле. На высоте более 360 метров над этим каньоном. И он сделан из деревянных досок. Вы можете видеть между всеми досками, что там внизу. А мы ехали там, и пальцы на моих ногах начали поджиматься. Я сказал, о нет, вы не будете. А Глория, она абсолютно ничего не боится. Я так рад, что я не женился на какой-нибудь пугливой женщине. Скажу вам прямо сейчас. Она не боится. В особенности она не боится дьявола. Она не боится ничего. Я сказал Глории, я проеду по этому мосту. Она сказала, поехали. И мы переехали его. Я сказал, довольно неплохо, не так ли? Она сказала, да, давай проедем его обратно. Поэтому мы развернулись и проехали по нему снова. Слава Богу, я абсолютно не собираюсь допускать страх. Мне очень сильно нужна моя вера. В Библии сказано, вы должны поддерживать вашу жизнь верой. Аминь. Потому что страх – это духовная сила. Он работает по тем же законам и правилам, что и вера. Просто он работает в противоположном направлении. Я скажу вам следующее, и потом мы двинемся дальше. Сатана не может. Я хочу подчеркнуть это слово. Сатана не может сделать ничего с вами без страха. Ни больше, чем Бог может сделать что-то для вас без веры. Страх приводит в действие сатану точно так же, как вера приводит в действие законы Божьи. У него есть право искушать вас, потому что он здесь. И он здесь в такой ситуации, которая дала ему это право. Но сатана не имеет никакого права делать что-то с вами. Все, что он может делать, это искушать вас. И Слово Божие говорит, что Бог не позволит искушать вас чем-то таким, из чего Слово Божие не дает вам выхода. Аминь. Поэтому он не может. Сатана не может делать ничего с вами, не используя страх. Вот почему так важно выбросить страх прочь. Это целая отдельная тема, но нам нужно двигаться в нашей теме. Давайте еще раз посмотрим на то, что сказал Иисус. «И сказали апостолы Господу, умножь нас веру». Господь сказал, «Если вы имели веру, зерно горчичное, и сказали, смоковница, сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас». Вам нужно внимательно посмотреть на это. Вначале кажется, что он говорит о том, что дерево послушается вас. Но на самом деле он говорит не о деревьях. Он говорит, что вера, вера послушается вас. А дерево послушается вера. Если это дерево приличного размера, то вы недостаточно велики, чтобы схватить его, выдернуть и бросить прочь. Но у вас есть контроль и власть над чем-то, что может это сделать. И когда вы начинаете, они сказали, «Умножь нашу веру». Он сказал, «Если бы у вас была вера таким же образом, как горчичное зерно, которое вы сеете, то ваша вера бы росла до тех пор, пока наконец не избавилась бы от любой горы или дерева, или проблемы, или ситуации, ради которой вы посадили ее». Вы понимаете теперь, что он говорил им? Кто-нибудь спросит, «Кто взорвал автобус?» Такой-то человек скажет, «Я взорвал». Нет, нет. Динамит взорвал. Но у того человека была власть над взрывчаткой. Взрыв был просто научной реакцией. А вера – это духовно-научная реакция с точки зрения законов, управляющих ею. Вера – это духовная сила. Иисус продолжил и сказал здесь что-то настолько чудесное для неподготовленного взгляда, что это обращает внимание. Потому что религия... Я говорю о поджимающихся пальцах. Это заставит религиозных людей очень сильно поджать пальцы, потому что они почти никогда не читают, не знают, что это есть Библия. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, «Пойди скорее и садись за стол». Напротив, не скажет ли ему, «Приготовь мне поужинать, и припоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам». Иисус сказал им, «Вера была приведена к ним, как их раб, чтобы питать их, чтобы готовить им пищу, исполнять их работу и делать все остальное, что они были призваны делать». Вера была дана им, «Чтобы исполнять работу». Аминь. Аллилуйя. Никогда не отпускайте вашу веру в отпуск. Нет, держите ее на работе. Она идет везде, где идете вы. И питайте свою веру Словом Божьим. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Вы видите? Вера – это духовная сила. Например, терпение – это духовная сила и сущность. Но она не исполняет ту же самую работу, которую делает вера. Терпение – это охранник у двери. Вы высвобождаете вашу веру. Она была посеяна, и она там, снаружи. Вы высказываете ее, ходите в ней, называете несуществующей, как существующей. Терпение не соединяется с ней до тех пор, пока что-то не произойдет. Есть мирское понимание терпения. Слово, переведенное как терпение, означает «одинаково, постоянно, точно такое же все время». Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Понимаете? Итак, терпение. Как только вы вошли в эту дверь веры и высвободили веру, терпение – это то, что охраняет ваш разум. Оно поднимается в вашем духе. Оно будет охранять ваш разум. Оно будет охранять вас от ваших собственных чувств. Терпение же должно иметь совершенное действие, что вы были совершены во всей полноте без всякого недостатка. Терпение – это охранник у двери. Терпение приходит туда и держит дверь веры открытой, слава Богу. Просто держит ее открытой. Оно не позволит дьяволу захлопнуть ее, не позволит никому захлопнуть ее. Оно просто продолжает называть несуществующей, как существующей. Оно продолжает поступать так, словно это уже произошло. Оно продолжает говорить о вещах так, словно это уже сделано. Весь мир думает, что вы безумны, но что они вообще знают? И потом, когда это все-таки происходит, вместо того, чтобы сказать, знаете, наверное, он был прав, они говорят, это самый везучий парень, которого я вообще видел в моей жизни, я не знаю, как он это делает. Но понимаете, они не знают ничего. Везение не имеет к этому никакого отношения. И это еще одно, что вам нужно выбросить из вашего словаря. Такие слова, как страх и везение. И говорю вам, не позволяйте страху занимать место в ваших устах. Ты пойдешь на собрание? Ну, боюсь, что нет. Мы, я не знаю. Нет, 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 нет. Просто скажите «нет». Иисус сказал, пусть ваше «да» будет «да», «нет», «нет». Все остальное от лукавого. Аминь. Выбросите это прочь. Еще одно выражение. Я не могу себе это позволить. Удалите это из ваших уст. Ваши дети приходят и говорят, папа, я хочу новый велосипед. Не говорите, что ты себе думаешь, что я деньги печатаю? Папа не может себе этого позволить. Я, не, и так далее, и так далее. Может быть, мы где-нибудь найдем старое, бывшее в употреблении. И ваши дети растут, думая, что от Бога сложно что-либо принять. Что от Бога сложно что-либо получить. Мы сделали Бога таким, словно от Него трудно получить. Поэтому, когда ваши дети приходят и говорят о велосипеде, вы говорите, так вы говорите о новом велосипеде, да? Да. У вас есть его фотография? Да. Пойдите, принесите ее. Ребенок возвращается, приносит каталог и показывает вам. Это самый лучший, который у них есть? Ну нет. Самый лучший стоит больше. Покажи мне лучше. Папа, он стоит больше тысячи долларов. Что с тобой такое, сынок? Мы все равно верим? Не имеет значения, стоит он сто долларов или тысячу долларов. Мы идем к нему с верой. Для веры нет разницы. Она пойдет и получит тот, который ты... Он отвечает, о, хорошо. Ваш ребенок согласится очень быстро. И скажите, давай мы с тобой помолимся и согласимся. Бог любит велосипеды. Аминь. Да, аминь. Вместо того, чтобы говорить, ну, сынок, ты должен понимать, не надейся на слишком многое, потому что знаешь в этой жизни, ты не получаешь все, чего хочешь. Я получаю. И вы также должны. Ну, Бог никогда не обещал восполнять мои желания. Он только пообещал восполнять мои нужды. Если вы прочитаете один из переводов 22-го псалма, то там говорится, Господь, пастырь мой, я ничего не буду желать. Да? Терпение же должно иметь совершенное действие. Чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Слава Богу. И вы молитесь за это, и вы говорите, сынок, ты знаешь, как мы получаем какие-либо вещи? Ты знаешь, каковы законы веры? Да. Что они говорят? Давайте и дастся вам. Аминь. Тебе придется пойти и посмотреть в ящики для игрушек. Аминь. Послушайте. Не удивляйтесь, когда они вернутся назад с игрушкой, из-за которого полдня простояли в очереди, чтобы купить ее. О, сынок, нам нужно немного мудрости в этом. Я имею в виду, папа отдал 89 долларов и 95 центов за эту игрушку. Нет, улыбайтесь. Ваш ребенок пошел туда и принес эту игрушку, потому что она дорога ему. И в большинстве случаев, возможно, не всегда, вы говорите, ну ты уже знаешь в своем сердце, кому ты собираешься ее отдать. Да. В большинстве случаев они уже знают. И это не будет их лучший друг, с которым они могут поменяться игрушками. Это ваша идея, а не их. Эти маленькие дети, они способны понимать Божьи вещи. И это будет маленький мальчик, у которого немного всего. Это будет маленький мальчик, которого он встретил, и который, наверное, тоже молился. Ваши дети научат вас многому о даянии, если вы послушаете их. И затем вам лучше начать убираться в гараже, потому что невозможно сказать, сколько велосипедов на вас свалится. Я знаю. Я знаю. Аллилуйя. Именно так работает вера. Для веры нет разницы. Вера — это слуга. Слуга. Хотел бы я, чтобы у меня было время рассказать вам все это. Множество историй веры. Заметьте, что Иисус сказал, «Если вы имели веру как горчичное зерно, что бы вы сделали, чтобы заставить горчичное зерно расти? Вы бы посеяли его». Поэтому наш следующий вопрос. Как эта сила, духовная сила, это осуществление, это духовное небесное осуществление высвобождается? Мы закончим это несколькими местами Писания. Слова высвобождают силу, будучи подкреплены соответствующим действием. Апостол Лаков сказал, «Вера без дел или без соответствующего действия мертва, будучи одна, сама по себе, без поддержки». Слова высвобождают силу. Слова, наполненные верой. В послании к Римлянам 8, 2 сказано, «Потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Закон Духа Жизни во Христе Иисусе – это закон веры. Вера управляет всеми духовными законами. А также вера – это духовный катализатор, который заставляет все остальные вещи работать. Любовь Божью, Слово Божье. Вера приходит от слышания. Также от слышания и радость, любовь, мир, благость, кротость, воздержание. Все эти вещи приходят от слышания, от слышания от Слова Божьего. И все. Спасение по вере, праведность по вере, исцеление по вере. Я скажу вам еще кое-что. Бог не планировал, чтобы вы зарабатывали ваши деньги. Не более, чем Он планировал, чтобы вы зарабатывали ваше спасение, или зарабатывали ваше исцеление, или зарабатывали крещение Святым Духом, или зарабатывали дары Духа, или зарабатывали еще что-то, что предназначено по благодати. Ваша жизнь, кавычка, должна быть по благодати точно такой же, как и все остальное по благодати. Мы работаем, конечно. Мы не садимся на заднем крыльце и не говорим, «Бог, давай, приноси это, приноси то». Нет. В этой ситуации вера была бы мертва. Вера высвобождается словами. Наполненные верой слова доминируют над законами смерти, будучи подкреплены соответствующим действием. Я помню первый самолет, который был у нашего служения. Маленький одномоторный самолет. Бог просто обеспечил нас самолетом. И маленький аэропорт, который был ближе всего к нашему дому, фактически именно там я купил самолет, и это была сама по себе история, вера. Но я сказал, «Мне нужен ангар для моего самолета». Они сказали, «Да». Они посмеялись надо мной. И парень, который знал меня, сказал, «Ну, Кеннет, ты же сам знаешь». Он сказал, «Эти люди передают эти ангары по наследству. Все они стоят полные. Они заполнены годами». Он сказал, «Даже не думай о том, чтобы получить один из этих ангаров». Он сказал, «Здесь не было свободного ангара так давно, что я готов поспорить, что никто не помнит, как давно это было». Затем он снова сказал, «Эти люди передают эти ангары своим родственникам по завещанию». Боже мой, я сказал, «Это не имеет ко мне никакого отношения». И к тому времени они уже собирались, знаете, да, да. Поэтому я подумал, раз они все заняты, так почему бы мне не выбрать тот, который я хочу? Я не хочу быть тем, кто оказывает давление на что-то, что принадлежит кому-то еще. Поэтому я сказал, «Господь, я бы хотел иметь его возле дороги, прямо здесь, один из этих стоящих впереди, где-нибудь поблизости отсюда». И просто шел там, знаете, и я сказал, «Господь, я...» И да, это хорошо, во имя Иисуса, но это согласно Твоей воле. Тебе, Господь, придется поработать. И я просто подошел, и я сказал, «Да, это мой ангар, верно?» Слава Богу. И я сказал, «Могу ли я выбрать какое-то место парковки, которое я хочу, если это все, что у вас есть?» Он сказал, «Конечно, у нас есть много свободных мест для парковки самолета». Я сказал, «Хорошо, я хочу парковочное место прямо перед ангаром номер 6». «Хорошо, да». И они припарковали мой самолет прямо там. Я сказал, «Слава Богу, ты мой ангар, во имя Иисуса». И пошел домой. Вернулся туда. Вернувшись, после первого же полета, я снова сказал, «Ангар, ты мой, во имя Иисуса». Я вернулся после первого полета, и тот парень подошел и сказал, «Конечно, это превосходит все, что я когда-либо видел в моей жизни». Он сказал, «У нас не было свободных ангаров». Я ответил, «Я знаю, 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 люди передают их по наследству». Он сказал, «Да, они передают их по наследству». Но номер 6 освободился. Номер 6. Свободен. Я спросил, «У тебя есть ключ от него?» Он ответил, «Да». Я сказал, «Открой его и загони в него мой самолет». И, конечно, были времена, когда это не работало так гладко. Были времена, когда я делал много ошибок. Были времена, когда дьявол сражался с нами всеми возможными способами. Но скажу вам, никогда не было времени, чтобы мы с Глорией согласились о чем-то во имя Иисуса, и чтобы это не исполнилось. Аминь. Мы соберем кое-что из того, чему мы научились на этой неделе, и перейдем к практическому знанию некоторых вещей. Того, что вы можете узнать в Слове Божьем. Но совсем другое дело действительно осуществлять их и верой принимать принципы, Слово Божье, стоять на них и ходить в них до полной победы. Или, как сказано в послании Иакова, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Итак, прежде всего, давайте откроем в Новом Завете послание к Титу. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Помазанного, по вере, по вере избранных Божьих и по знанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое Слово в проповеди. И заметьте, что проповедь и явление Его Слова о вечной жизни было основано на чем-то, что Он обещал прежде, чем мир был сотворен. Аминь. И я хочу, чтобы вы задержались на этом. И не закрывайте это местописание. Сделайте пометку о нем где-нибудь. Отметьте его как-то. И теперь давайте откроем послание к евреям 4 главу. Это недалеко от этого места. Всего несколько страниц. послание к евреям 4 глава 3 стих. «Входим в покой мы, уверовавшие, так как Он сказал, «Я поклялся в дневе Моем, что они не войдут в покой Мой, хотя дела Его были совершены еще в начале, или до начала мира». Поэтому вечная жизнь была обещана до начала мира. И дела были закончены до начала мира. Бога и ваши. Слава Богу. Теперь давайте откроем первое послание Петра. Петра 1 глава 19 и 20 стихи. «Но драгоценную кровью помазанного, как непорочного и чистого агнца, предназначенного «предназначить» означает «отделить, упорядочить, поставить отдельно для особенного призвания в служении» и так далее. «Предназначенного еще прежде создания мира, но и вившегося в последние времена для вас». Итак, вечная жизнь была обещана прежде создания мира. Дела Божьи были закончены до основания мира. И Иисус был предназначен. Он был предназначен, чтобы прийти. Он был предназначен, чтобы служить. Он был предназначен, чтобы служить по завету Авраама. Он был предназначен, чтобы пойти на крест. Он был предназначен, чтобы истечь кровью и умереть Он был предназначен, чтобы пойти в ад Он был предназначен, чтобы быть воскрешенным из мертвых Он был предназначен, чтобы быть прославленным И посаженным одесну и величи на высоте Он был предназначен, чтобы быть Господом Главным адвокатом церкви Слава Богу! Царем царей и Господом господствующих, Аллилуйя! Все это прежде, чем мир был сотворен Прежде чем Люцифер был сотворен Прежде чем Адам был сотворен Прежде чем Ева была сотворена Прежде чем Вселенная была сотворена Прежде чем Земля была сотворена Прежде чем появился Эдемский сад И прежде чем появился грех Это все было создано в Божьем сердце И в Его разуме Аминь Аллилуйя Теперь, Откровение 13.8. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни». Это говорит о некотором времени. Но в этот конкретный момент времени, прямо сейчас, я заинтересован в этом, в этом послании. Вот на что я указываю. Продолжаем читать. «Которых имена не написаны в книге жизни Уагенса, заклонного от создания мира». Теперь давайте вернемся в первое послание к Оринфянам. Первое послание к Оринфянам. Вторая глава, четвертый стих. «И слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, или помазания, чтобы вера ваша, скажите, моя вера, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей, или на помазании Божьем». «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, или между зрелыми верующими. «Но мудрость не века сего и не властей, не властей века сего приходящих». «Мудрость этого мира и властей этого мира, или начальств властей и мироправителей тьмы века сего, духов злобы поднебесной, властей этого мира, их мудрость, и мудрость этого мира превращается в ничто». «У сатаны нет никакой мудрости». В Писании сказано, что то немногое, что у него было, было повреждено, когда он упал. Он был помазанным херувимом. Но когда он упал, он потерял свое помазание. Он потерял свою мудрость. И вся мудрость, которую он имел, была повреждена. Или искажена. И когда я и вы начинаем действовать в мудрости Божьей, у него нет ни малейшего понятия о том, что происходит. И никакого способа, чтобы узнать это до тех пор, пока вы не закончите. Это жизненно важно. Точно так же, когда вы молитесь на иных языках. И мудрость Божья высвобождается из этого. Он может слышать слова. Дьявол может их слышать. Но он не может понять послание. Он не может понять это. У него нет никакой мудрости или понимания этого. Аминь. Поэтому не разрушайте свою маскировку. Аминь. Аллилуйя. Но, как написано, «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Давайте ненадолго вернемся назад. Снова к седьмому стиху. «Но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков». Смотрите. «К славе нашей». Не сказано «к его славе». Сказано «к славе нашей». Мудрость Божья не была скрыта от нас. она была скрыта для нас, для нашей славы. Когда власть тьмы этого мира превращается в ничто, это будет под нашими ногами. Аллилуйя. И мудрость Божья, о которой в Библии сказано, что это главное. Мудрость не одна из главных вещей. Мудрость — это самая главная вещь. Позвольте мне показать вам здесь кое-что. И так как у нас немного другое направление, мы пойдем с этим. Бог запланировал всю эту вселенную. Он запланировал каждого человека, который должен был родиться на этой планете. Потому что первые два человека были сотворены, а остальные — рождены. Он спланировал все. Вплоть до количества волос на вашей голове, количества клеток в вашем теле, количество хромосом, клеток крови, лейкоцитов и всех остальных видов клеток. Я имею в виду их точного количества. Вот как он планирует. В Слове Божьем сказано, «Он сотворил небеса и землю мудростью и пониманием». Теперь послушайте внимательно, так как у меня не будет времени все это объяснять. Необходима неделя, чтобы проповедовать эту часть. Но мне просто нужно коснуться этого, так как это основание, при помощи которого мы собираемся смотреть на некоторые вещи и получить некоторое практическое знание о вере. И говорю вам это настолько сильно, что, возможно, ваши волосы не улягутся на свое место до завтрашнего вечера. Хвала Господу. Я серьезно. Аминь. Бог сделал свой план в своей мудрости и понимании, чтобы создать эту вселенную и высвободить это, затем сотворить и привести человека на эту землю. и я верю, что изначально он планировал заселить всю эту вселенную таким образом. Но мы все испортили. Он сделал эти планы в своей мудрости и понимании. Затем Бог взял всю полноту мудрости, всю ту мудрость, которую он планировал использовать, и все то понимание, которое он планировал использовать, чтобы сотворить всю эту громадную вселенную и чтобы ввести всю человеческую расу и все ее разнообразие, многообразие и все чудесные вещи, которые он планировал для нее. И он взял всю эту полноту мудрости для сотворения этого, и он отложил ее для нас, чтобы нам было чем действовать. Все это. Затем он предназначил Иисуса и он запустил в действие план искупления, чтобы не дать нам потерять это, чтобы не дать нам потерять мудрость, чтобы не дать нам потерять все блага, все чудеса, которые он обеспечил для нас. Это было нашим все время. И недостаток знания в вопросе веры, в вопросе искупления, о силе крови, о силе этого креста и то, о чем я говорю вам прямо сейчас, это то, что удерживало нас от этого. И на самом деле не дьявол делал все это. Он поражен. Он был поражен все это время. Это наше подчинение ему из-за невежества сделало это. Я имею в виду, ему ничего не светило. Он вор. Ему ничего не принадлежит. Он был нулем, когда Адам встретил его. Дьявол уже был лишен всего. Ему не было места. У него не было никакого благословения. У него не было никакой чести. У него не было никакого имущества. У него не было никакого слова. У него не было ничего. Он был нулем. Он превратился в ноль до того, как Адам встретил его. И Адам мог вышвырнуть это ничтожество из того сада. и должен был это сделать. Но он этого не сделал. Так что теперь мы должны разбираться с этим. Аллилуйя. Теперь. Давайте вернемся и поговорим о главном благословении. Не просто благословении, о главном благословении. Галатам 3 глава 13 стих. «Чтобы благословение Авраама распространилось на язычников». Слово «язычник» не означает в Новом Завете «нееврея». Оно имело это значение в Ветхом Завете. Я имею в виду, что если вы были евреем, тогда вы принадлежали Богу. Слово «язычник» просто означает кого-то без Бога, кого-то, кто не знает Бога. Если вы будете изучать послание к Ефесянам, вы обнаружите, что оно описывает и объясняет все это. «Помните, что вы были в то время без Христа», говорит Слово Божье. «А теперь во Христе Иисусе». «Теперь во Христе Иисусе вы не язычники». Вы были раньше. Но Писание в послании к Ефесянам говорит, что вы больше не чужды заветов обетования, и вы не без надежды. Возвращаясь к 3-й главе послания Галатам, мы видим, что Христос искупил нас от клятвы или проклятия закона, сделавшись... Послушайте. «Сделавшись за нас клятву или проклятием». Ибо написано «Проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников. Это благословение Авраама. Он был благословлен. Благословение не было только вещами. Вещи были результатом этого благословения. Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф. Благословение переходило дальше. Понимаете? Это благословение в древности. Как когда Исаак благословил своего сына, благословение Божье, главное благословение Божье было на нем. И затем главное благословение Божье было передано следующему поколению. Главное благословение Божье, главное благословение Авраама пришло из взаимоотношений Кровного Завета, где Бог заключил Кровный Завет с Авраамом. И эти двое В Завете друг с другом, и Бог проговорил и благословил Авраама. Главное благословение было укреплением, помазанием, присутствием самого Бога, Божьей мудростью, Божьим пониманием в жизни этого человека по имени Авраам. Так что везде, где Он ходил, все, что Он делал, все попадало под влияние этого благословения. Это что-то, что возлагается на кого-то. Это что-то, что было посеяно внутрь кого-то. И когда я вернулся назад и прочитал в книге Бытия все, что касается благословения, «Знаете, я пришел к заключению, что книга Бытия является и должна называться книгой благословения». Это запись о благословении Божьем. И также это запись о проклятии, которое пришло с обратной стороны этого. Проклятие — это обратная сторона этого благословения. Я благословлен. Я хожу в благословение. Я хожу в этом верой. Я хожу в этом целенаправленно. Я хожу в этом, потому что это мое. Я принял это благословение через кровь Иисуса. Оно было моим до сотворения мира. И Иисус не дал мне потерять это благословение. Понимаете? Поэтому я принимаю это. Если же вы выступаете против меня, вы нападаете на меня по той или иной причине, или вы нападаете на кого-то, на ком есть это благословение, проклятие — это не что-то отдельное от этого. Вы можете попытаться забрать мое благословение у меня, но вы не можете забрать мое благословение. Благословение придет на вас своей обратной стороной. Обратная сторона благословения — это проклятие. И мне не нужно активно проклинать вас. Вы просто нападаете на меня. И затем вы увидите, что получится из этого. Мне не нужно мстить вам. Фактически, я поврежу моему благословению, если я сделаю это. Я просто продолжаю ходить верой. Я не собираюсь обращать на вас никакого внимания. Ну, брат Копланд, вам стоило бы услышать, что они сказали обо мне. «Вы поверили в это?» «Ну нет, я не поверил в это». Тогда о чем вы беспокойтесь? Если они не правы, чего вам беспокоиться? Аминь. Просто забудьте об этом. И не обращайте на это никакого внимания. Если они продолжают, и продолжают нападать на вас, наскакивать на вас, а вы благословлены, и выходите в этом благословении, и выходите в нем верой, и выходите в нем целенаправленно, вы благословлены, скажу вам, через какое-то время, это станет ясным для всех, что не стоит нападать на вас, не стоит наскакивать на вас. И на самом деле это не было чем-то, что вы делали. Вы продолжаете идти в этом направлении, выходите в божьих вещах. Аллилуйя. Просто благословлены от Бога, не обращая никакого внимания на весь этот беспорядок. Но если вы приходите, чтобы забрать мое благословение, вы получите проклятие. Потому что это благословение обратится против вас. Это обратится против вас. В то время, как это благословляет меня, оно будет атаковать вас, потому что часть моего благословения – это моя защита. Вы слушаете меня сейчас? Я немного забегаю вперед. Я не хочу углубляться в это, не дав вам очень хорошее основание для этого. Благословение Авраама. Скажите это. Благословение Авраама. Главное благословение. Вот почему Исаф так расстроился. Он пропустил свое благословение. Скажу вам, это было важным делом. Это означало разницу между безмерным богатством и абсолютной бедностью. Главное – благословение Божье. У нас здесь два направления. Давайте соберем их вместе. Давайте соединим в одном направлении. Давайте откроем послание к Ефесянам. И пока вы открываете послание к Ефесянам, позвольте мне напомнить вам о послании Галатам 3.29. Хотелось бы мне, чтобы у нас было еще три или четыре дня, чтобы мы могли углубиться в это, чтобы понять это. Посмотрите эти места Писания и углубиться в это. Хорошо, Галатам 3.29. «Если же вы Христовы...» Слово «Христос» использовано здесь намеренно. «Если вы принадлежите Иисусу...» Но Слово Божье конкретно выделяет помазание. Если же вы... Понимаете, Он уже сказал... Это 29 стих. Он сказал вам в 13 стихе. «Христос искупил нас от проклятия закона, сделавший за нас клятву, ибо написано «проклятсяк, висящий на древе», дабы благословение... Дабы главное благословение... То, которое Исаф так сильно желал. То, которое было на Иосифе. Так что везде, где Он ходил, сила Божья была на Нем, чтобы давать Ему процветание. Если вы относились к человеку достаточно прилично, Он процветал. Они посадили Его в тюрьму, и тюрьма стала процветающей. И пока Он был в тюрьме... Потом Он вышел. В тот день, когда Его выпустили из тюрьмы, Он стал премьер-министром Египта. Это нелегко сделать. Что произвело это? Было ли это потому, что Иосиф был таким умным? Нет. Это было потому, что Иосиф был благословлен. Благословлен главным благословением. Заметьте отношения. В следующий раз, когда будете это читать, вернитесь и прочитайте все это. Отношение людей к нему, отношение тюремщика, отношение людей вокруг него. Я имею в виду, все они поняли. Старый Патифар знал это. Все мое имение преуспевало из-за чего-то, что было на этом человеке. И он просто назвал это Богом. Я имею в виду, знал ли он о Боге? Он ничего не знал о Боге. Но Патифар был настолько благословлен, благодаря благословению, на Иосифе, что он не мог назвать это никак иначе, как Богом, понимаете? Я имею в виду, если бы не его безумная жена, ему было бы намного лучше. Вы заметите, что когда Иосиф был в тюрьме, люди, которые управляли тюрьмой, очень быстро узнали, что им будет намного лучше, если они позаботятся об этом человеке по имени Иосиф. Они поставили его начальником. Потому что все работало лучше. Все заработало лучше. Благословение Божье было на Иосифе. Благословение, которое на вас, это то же самое благословение. Но это лучший завет с лучшими обетованиями. Так что это то же самое благословение. Но есть больше тех вещей, которыми вас можно благословить. Мне нужно снова вернуться назад. О, несмысленные галаты! Кто прелестил вас, не покоряться истине? Вас, у которых пред глазами начертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас. Через дела ли законы вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы. Подающий вам дух и совершающий между вами чудеса, через дела ли законы сие производит или через наставление вере? Конечно же, ответ на это через наставление в вере. Вера приходит от слышания, от слышания от Слова Божьего. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. Теперь посмотрите, что в 29 стихе сказал апостол Павел. Если же вы Христовы, если вы принадлежите этому помазанному и этому помазанию, это помазание там, потому что вы благословлены. Аминь. Отец, мы приступаем сегодня к Твоему Слову, почитая Тебя, как нашего Учителя, почитая Тебя, как нашего Руководителя. Мы принимаем сегодня откровение с Небес. Открой глаза нашего понимания. Мы становимся очень внимательными к Тебе сегодня, во имя Иисуса. Это наше решение слышать с Небес. И мы воздаем Тебе хвалу и благодарение. И я молюсь, Господь, за точность помазания на этом послании, которое Ты поручил мне донести. И за такую же точность на людях, которые слышат это. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Аминь. Аллилуйя. Давайте снова откроем наши Библии сегодня на 11 главе Евангелия от Марка и прочитаем это место Писания еще раз. И настроим наше мышление. Еще раз примем это место Писания в наше мышление. Это из служения Иисуса. 23 стих. Имейте веру Божью. В одном из переводов Библии говорится имейте веру в Бога. А еще в одном из переводов сказано и мне нравится это имейте Божий вид веры. Божий вид веры это такая вера, которая недвижима тем, что она видит или тем, что она чувствует, но движима тем, во что она верит. Слава Богу. Итак. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет «Горись и поднимись и вернись в море и не усомниться в сердце своем, но поверит». Поверит во что? Поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Именно так вера и работает. Вам не нужно находиться в молитве, чтобы заставить веру работать. но вам нужно использовать веру каждый раз, когда вы молитесь, чтобы это было эффективным. Понимаете, есть некоторые вещи, которые вы можете сказать верой, но когда вы молитесь, обратите внимание на следующий стих, «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве», когда? «Когда вы молитесь, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Когда вы верите? Вы верите, когда вы молитесь. Когда вы молитесь? На самом деле, я не жду, когда начну молиться. Я начинаю верить и использовать мою веру до того, как я начинаю молиться. И затем я вхожу в молитву, и к тому времени, когда я говорю «Аминь», я считаю этот вопрос решенным. Вот что значит слово «Аминь». Это решено, поэтому «Да будет так». Это все, это сделано. Мы позаботились об этом. Аллилуйя. Понимаете, именно это слово «Аминь» и означает на самом деле. Давайте еще раз откроем послание к Ефесянам. Ефесянам, 3 глава, 14 стих. «Для сего, преклоняя колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Помазанного и Его Помазание, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам…» Вот идет уже молитва. «Да даст вам…» Просто остановитесь здесь и скажите, «Я верю, что получаю. Это дано мне. Я принимаю это прямо сейчас. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Я принимаю моего внутреннего человека утвержденным могуществом Божьим. Духом Святым прямо сейчас, в этот момент. Я верю, что я получаю это. Господь Иисус, я верю, что я получаю». Сейчас мы применяем нашу веру в неощутимой сфере, в невидимой сфере. Не пытайтесь почувствовать это. Не пытайтесь получить какую-то физическую или интеллектуальную реакцию от вашего тела или еще откуда-то. Не пытайтесь. Нет, мы применяем нашу веру в отношении нашего внутреннего человека. И обычно, когда мы молимся, мы применяем нашу веру в отношении этого внешнего человека. Но прямо сейчас, на основании этой молитвы, мы применяем нашу веру в духовном человеке, который и есть настоящий вы, рожденный свыше вы. В четвертой главе книги притч сказано «Больше всего храни ему храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Это источник вашей жизни. Ваш источник жизни. Ваш духовный человек. Именно он был рожден свыше. Аллилуйя. Итак, мы верим, что мы получаем вместе с апостолом Павлом, который молится, веруя вселиться помазанному и его помазанию в сердца ваши. О, Господь, я принимаю это прямо сейчас во имя Иисуса. Дальше. «Чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми». Слово «постигнуть» значит полностью понять, полностью представить, принять внутрь, ухватиться за это, постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота и уразуметь превосходящую разумение любовь помазания, дабы вам исполнится всею. 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 Получается, что? Дабы вам исполнится всею полнотою Божьей. О, я верю, что я получаю это. Я даже не знаю, что есть вся полнота Божья, но я верю, что я получаю это сейчас во имя Иисуса. Итак, теперь я вышел за рамки моего знания, но я не вышел за рамки моего доверия. Аллилуйя. Вот о чем мы говорим. Принятие через доверие. Сверхъестественное принятие от Бога. Сверхъестественное прошение, сверхъестественное принятие. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, укорененные и утвержденные, совершая непрекращающийся поиск через помазание. Иисус, послушайте это сейчас. Иисус настолько же помазан любить, насколько Он помазан спасать или исцелять, или делать еще что-то, что Бог поставил его делать, как Господа и главу церкви. Библия говорит вам, как относиться к вашей жене или к вашему мужу. Вы любите друг друга, как и Христос возлюбил церковь. Он настолько же помазан любить, насколько Он помазан спасать. Он настолько же помазан любить, вам нужно вставить себя в Евангелие Теана 3,16. Вам нужно думать об этом каждый день. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Вставьте себя в это. Ибо так Бог возлюбил меня, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы, если я поверю в Него, я не погиб, но имел жизнь вечную. И потом возьмите следующий стих и приложите его к этому. Он пришел не для того, чтобы осудить меня. Он пришел, чтобы спасти меня. И у меня есть Спаситель. Аллилуйя. Он Спаситель для меня от чего? От всего, от чего мне нужно спасение. Он мой Спаситель. Он мой Спаситель. Он должен участвовать в каждом аспекте моей жизни, в каждом моменте, в каждой мысли. Иисус мой Спаситель. Он мой Господь. Он мой Бог. Он мой Бог. Аллилуйя. И откройте, пожалуйста, 17 главу Евангелия Теана. Обратите внимание на 20 стих. Не о них же только молю, но и о... но также и о тех, но также и о тех, кто уверует в Меня по слову их. Прямо или косвенно. Мы поверили в Иисуса по слову этих людей, которые присутствовали там в тот день, когда Он молился. Аминь. Поэтому Иисус молился и за нас в тот день. Точно так же, как Он молился за них. 23 стих. «Я в них, и ты во Мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал Меня, и...» И грамматически, было бы правильно повторить эту фразу. «Да познает мир, что ты послал Меня, и...» «Да познает мир, что ты возлюбил их, как возлюбил Меня». Если бы не Иисус, мне было бы сложно поверить в это. «Бог любит Меня так же сильно, как Он любит Иисуса». Бог любит Меня так же сильно, как Он любит Иисуса. У Бога нет любимчиков, включая Иисуса. Мы сонаследники с Иисусом. Это самое потрясающее. Человеческий разум не может справиться с этим. И это уже превосходит наши знания. Ваша голова не может справиться с этим. Вы даже не можете справиться с тем, когда человек любит вас всем сердцем, а уж тем более с этим. Но мы еще не закончили. О, слава Богу! 26 стих. «И я открыл им имя Твое и открою». О чем Он говорит? Когда говорит, что «Я открою». «И я открыл им имя Твое и открою». Иисус направляется на крест. Всего через несколько часов после этого Он будет в аду, сражаясь за свою жизнь в этой бездне. Или сражаясь за вашу жизнь. И в Слове Божьем сказано, «Возвищу имя Твое, братья Моим, посреди церкви воспою Тебя». Он сказал, «Я открыл его и открою его». Зачем? Да любовь, которую ты, Бог, ты, Отец, возлюбил меня, в них будет. Мне было достаточно сложно поверить, что Бог возлюбил меня так же, как Он возлюбил Иисуса. Теперь Он говорит мне, что любовь, которую Бог всемогущий возлюбил Иисуса, есть во мне? Нет, ваш разум не может справиться с этим. Та же самая любовь была рождена внутри вас, когда вы сделали Иисуса Христа Господом в вашей жизни. У вас есть та же самая любовь, которая есть Боге, которого Он любит Иисуса. У нас есть здесь чему научиться. Аминь. Нам нужно кое-что здесь делать. Что же насчет помазания? Помазание, согласно 10 и 11 главам книги Исаии, это снимающее бремя и уничтожающее рмо сила Божья. Иисус сказал, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим. Я ваш великий юбилей». Я здесь. Бедный? Тебе больше не нужно быть бедным. Я здесь, и я помазан, чтобы избавлять от нищеты. Больной? Тебе больше не нужно быть больным. Бог послал меня. Я помазан. Я здесь, чтобы снять это бремя и убрать это рмо и уничтожить его. Видите, о чем Он проповедовал? Для всех, кто верил это не работало. Все было так просто. И по-прежнему так и есть. Укорененные и утвержденные. Теперь откроем восьмую главу послания к римлянам. Укорененные и утвержденные. Как вы становитесь укорененными и утвержденными в Божьих вещах? Вам нужно будет проводить время в Слове Божьем. Не только читать его, или изучать его. Все это тоже, включая размышления и молитвы и проведение времени с Богом, вместо того, чтобы тратить ваше время, копаясь в мире и пытаясь получить достаточно, чтобы вам было что есть. И на самом деле, когда вы действительно понимаете это, вы просто слоняетесь вокруг, пытаясь найти достаточно, чтобы поесть. Вы действуете на том же уровне, что и животный мир. это все, что вы пытаетесь сделать. Нет, у вас есть совет с Богом, который позаботится о том, что вам есть и во что одеться, и обо всем остальном вокруг вас, и в гораздо лучшем виде, чем вы могли бы это получить. Но пока вы не ухватитесь за это, вы никогда не сможете понять это. Я могу продолжать говорить вам, вы бы сказали, да, аминь, 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 аминь. И вы начинаете, вы отдаете десятину и жертвуете. Но до тех пор, пока вы не ухватитесь за то, за что мы ухватываемся здесь, что вы могли постигнуть, что широта и долгота и глубина и высота и уразуметь, иметь близкие отношения с любовью помазанного и его помазания. Любовь помазания. Любовь помазания. Послание к римлянам, восьмая глава, тридцать пятый стих. Кто отлучит нас от любви помазанного и его помазания? Скорбь? Нет. Теснота? Нет. Гонение? Нет. Голод? Нет. Нагота? Нет. Опасность? Нет. Меч? Нет. Все эти бремена и рмо. помазания просто уничтожит все это. Вот как сильно Бог любит вас. Любит вас. О, но, брат Копланд, я совершил ужасный грех. Вы совершили? Да. Когда? В 1948 году? Я просто верю, что Бог не слышит мои молитвы, как я слышу. Вы ни о чем не молитесь, вы только ворчите и жалуетесь. Пойдите, возьмите Слово Божье и поверьте в Него вместо того, что ваша плоть пытается сказать вам, вместо того, что дьявол говорит вам, вместо того разговора, который крутится в вашей голове, говоря вам каждый раз, когда вы начинаете молиться, Бог не услышит меня, я не постился 40 дней, я не сделал это, я не сделал то. Дело не в вас, дело в Иисусе. То, что Он пришел сюда и сделал, было для вас. То, что Он делает сейчас, главное в Нем. Аллилуйя. Уберите себя из вашего разума. О да, брат Копланд, у меня все эти проблемы, я так страдаю, я так страдаю. Я это знаю, и все остальные тоже. Страдания очень хорошо продаются на телевидении и в кино. О, со мной жестоко обращались, со мной жестоко обращались, когда мне было 4 года. Сколько лет вам сейчас? 51. Переступите через это. О, вы просто жестокие, вы просто жестокие. Нет, я реалист. Углубитесь в Слово Божье и освободитесь от этого. Бог Всемогущий, Которому мы служим, послал свое помазание, чтобы освободить вас от этого, чтобы вы пошли и начали помогать кому-то еще освобождаться от такого же страдания, через которое прошли вы. поднимитесь оттуда и выйдите из этого. И перестаньте относиться к вашим страданиям как к самой важной вещи в вашей жизни. В реальности, когда мы понимаем, как сильно Бог возлюбил нас и что Он сделал для нас, и когда мы ходим в этом, и мы верим, что мы принимаем это, наши страдания должны почти ничего не значить для нас. Только страдания других людей имеют значение. Ваши старые страдания просто смываются его любовью. когда вы начинаете поступать так. Тело Христова не таково, что ты гладишь меня, я поглажу тебя. Ты плюешь на меня, я плюну на тебя. Нет, 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 нет. Все работает не так. Я говорю о том, чтобы быть укорененными и утвержденными в любви. Давайте снова вернемся к той же самой главе послания к римлянам. Мы еще с этим не закончили. Как написано, «За тебя умершляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание». Но мы не овцы, обреченные на заклание. Как сказано в одном переводе Библии, во всем этом, «Мы больше, чем победители, через того, кто возлюбил нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангела, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не может отлучить нас от любви Божьей, которая есть в помазании Иисуса». Во второй главе первого послания Иоанна, в 20 и 27 стихах сказано, «Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает». Любовь есть там, помазание есть там. Теперь время начать ходить и практиковать, и верить в любовь Божью. «О, Бог так возлюбил меня, что Он послал Иисуса». «О, слава Богу! Он не пришел, чтобы осудить меня. Он пришел, чтобы спасти меня». «Да так хорошо быть спасенным!» «Господь, это так хорошо быть спасенным!» И я просто не вижу, как Бог мог любить такого негодного, как я. Это его проблема, не моя. Это не моя проблема, а его. Я знаю, что ему досталась короткая спичка. Но не говорите ему. Я узнал кое-что о моем небесном Отце. Если я прихожу к Нему и говорю, «Я просто не понимаю, я не знаю, почему ты позволил этому прийти ко мне. Я просто не понимаю это. Я просто проповедую везде. Просто езжу везде. Я просто путешествую. Просто проповедую. Я работаю. Я приезжаю домой. Я заболеваю гриппом. Я не понимаю, почему ты позволяешь этому случиться со мной». А вам приходило когда-нибудь в голову, что в этом, возможно, была ваша глупая вина? Нет, это не могло быть моей виной. Я делаю все, что я знаю. Вы знаете немного. Это одна из ваших проблем. О, я просто сделал здесь все. Это Бог, который позволяет. Бог никогда не бывает неправ. Именно вы и я все портим. Аминь. О, я просто не понимаю. О, я просто не понимаю. Я просто не понимаю. Нет, нет, нет. Давайте начнем практиковать любовь к Божью. Я был очень огорчен из-за некоторых вещей, которые относились к помазанию. Я пришел к Господу. И я сказал. Господь, я просто... В то время мне было примерно 57-58 лет. Или около того. Я сказал, Господь. Я имею в виду 58 лет. Я все еще не научился. Как лучше. Я все еще ошибаюсь. Боже мой. Кажется, что любой в моем возрасте уже должен был научиться. Но есть некоторые старые люди. 60 лет. И все еще курят. Вот это глупо. Я знаю, как ваша плоть будет давить на вас. Я имею в виду... Боже мой. Долгое время я выбрасывал больше сигарет, чем выкуривал. Пытаясь бросить курить. Потому что моя плоть управляла всем. Но потом я пришел в присутствие Бога и оставался там. И Слово Божие отделило меня от этого. Понимаете? Я говорил. Господь, скажу тебе вот что. Я знаю. Я должно быть разочарование для тебя здесь. И все такое. Вы помните мой договор с ним? Он сказал. Кеннет. Ты знаешь. Он сказал. Я знал все это о тебе тогда, когда я призвал тебя. Он сказал. Ты был таким еще до того, как я призвал тебя. Он сказал. Есть много ошибок в твоей жизни. Есть особенности и недостатки в твоем характере. Часть этого была произведена твоей семьей с обеих сторон. С обеих сторон. Знаете, на некоторых деревьях растут только дикие кислые яблоки. И я думаю, что я был в этой категории долгое время. Аминь. Я был раздражен. Потому что я не делал ничего лучшего в этом. Понимаете? Господь сказал. Кеннет, разве ты не знаешь, что я знал это о тебе еще до того, как я призвал тебя? Я сказал. Да. Он сказал. И я все равно призвал тебя. Верно? Сказал. Да. И он сказал. Теперь переступи через это. Убери это из своего разума. Вложи слово Божие в свой разум. Он сказал. Если ты хочешь покаяться, покайся. Но поднимайся оттуда и иди вперед. Покайся верой. Даже если позже не чувствуешь себя лучше. Симптомы непрощения называются виной. Но, я знаю, брат. Но, да, я исповедовал этот грех, но я по-прежнему так плохо себя чувствую. Я чувствую из-за этого. Вам нужно перестать говорить это. Это дурной вкус. Иисус верен и праведен, что простит нам наши грехи, когда мы исповедуем их, и очистит нас от всякой неправедности. Переступите через это. И двигайтесь мимо этого. Как? Практикуйте любовь Божью. Я знаю, что ты любишь меня. Я знаю, что ты любишь меня. Я знаю, Господь, что ты любишь меня. Позвольте мне дать вам еще маленькую подсказку. Не убегайте от Бога, когда вы согрешаете. Бегите к Нему. Бегите к Нему. О, брат Коплан, говоря такое, вы просто даете людям лицензию, чтобы грешить. Нет, они грешат и без лицензии. Честные перед Богом, рожденные свыше верующие, не ищут способа согрешить и избежать наказания. Они ищут способ выбраться из греха и выбросить грех из себя. Я имею в виду, это наше стремление. Аминь. Начните практиковать Божью любовь. Мой Бог любит меня. Просыпайтесь утром и говорите, ой, это чудесный день, Бог любит меня весь день сегодня, и я люблю Его. Иисус, я пойду туда, куда ты хочешь, чтобы я пошел. Я сделаю все, что ты хочешь, чтобы я сделал. Вы слушайте меня. Практикуйте любовь. Я говорю о том, чтобы сказать, слава Богу, я доверяю Ему. Я доверяю Ему в моем сердце, в моем разуме. Я доверяю Ему мое тело. Я доверяю Ему мои финансы. Я доверяю Ему мою семью. Я доверяю Ему мое имущество. Доверяю Ему во всем. Отец, мы приступаем сегодня к Твоему Слову, почитая Тебя как нашего учителя. Почитая Тебя как нашего руководителя. Мы принимаем сегодня откровение с небес. Открой глаза нашего понимания. Мы становимся очень внимательными к Тебе сегодня. Во имя Иисуса. Это наше решение – слышать с небес. И мы воздаем Тебе хвалу и благодарение. И я молюсь, Господь, за точность помазания на этом послании, которое Ты поручил мне донести. И за такую же точность на людях, которые слышат это. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Аминь. Аллилуйя. Хорошо. Давайте снова вернемся к третьей главе послания к Ефесянам. Давайте напомним себе. Верую вселиться помазанию в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что – широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение – любовь помазания. А тому, кто может сделать несравненно, он способен сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Теперь первая глава, послание к Ефесянам, 20 стих. «Которую он воздействовал в помазанном, воскресив его из мертвых и посадив Одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти и силы господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего, главой церкви, которая есть тело его, полнота, 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 наполняющего. Быть наполненными всей полнотой Божьей несравненно больше всего, о чем мы просим или помышляем. И Он наполняющий. Мы Его полнота, но Он наполняющий. «Молясь в Духе Святом, назидая себя» Снова вернемся в третью главу. «Да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Если вы молитесь Духом Святым, вы должны верить, что вы получаете. Это то, что Иисус сказал. Когда вы молитесь, верьте, что получаете. Не только, когда вы молитесь Своим естественным разумом. Давайте откроем первое послание Коринфянам, 14 главу. Последний стих 13 главы. Посмотрите, что здесь говорится. «А теперь пребывает вера, надежда и отдающая благочестивая любовь». Но величайшая из них – любовь. Дающий тип любви Божьей. Следуйте за любовью, которая отдает. И желайте духовных даров. Особенно же о том, чтобы вы могли пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его. Он тайны говорит Духом. Он тайны говорит Духом. Он тайны говорит Духом. Тайны говорит Духом. Мы обитаем в тайном месте Всевышнего. Мы обитаем там, где хранятся секреты. Аллилуйя, это наше место. Вот где мы находимся. Во Христе, сказано в Библии, есть все сокровища премудрости и разумения. И мы в нем. Добро пожаловать туда, где находятся сокровища. Добро пожаловать туда, где находятся чудеса. Несравненно больше всего, о чем вы можете просить или помышлять. Но вам не нужно достигать того, чтобы знать, что это, прежде чем вы можете поверить, что вы получаете это. Вы можете получить это, пока это еще тайна. Это может прийти в вашу жизнь, пока это еще тайна. Только посмотрите, это благоволение Бога, просто пришедшее на меня. И вы узнаете, что вы молились об этом месяц и не знали этого. Не знали, что это было. Аллилуйя. И дьявол не мог заблокировать это. Он тоже не знал, что это было. Это было тайной для него. Понимаете? Но Бог настолько сильно любит вас. Бог настолько сильно заботится о вас. Слово Божие говорит, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Аллилуйя. Вам не нужно иметь забот. У меня нет забот. Ну, мне стало известно, что у тебя есть проблемы. Нет, у меня нет. Я отдал их Ему. Господу. У меня нет никаких проблем. Но я не знаю, что этот идиот о себе думает, говоря, что у него нет никаких проблем. Мне стало известно. И так далее. Нет, я не говорил, что нет никаких проблем. Я сказал, что у меня их нет. Я просто переложил заботу о них на Него, на Господа. И просто собираюсь идти дальше и делать все, что я должен делать. Знаете, меня действительно это не заботит. Это не мои проблемы. Единственная проблема, которая у меня есть, это держать мою плоть в подчинении. Быть усердным в том, чтобы быть послушным и хранить себя в духе, где я могу слышать голос Бога и идти и делать все, что он говорит мне делать. Проблема от этого мира. А он, Иисус, победил этот мир. И вам нужно знать разницу между давлением и проблемой. Сатана будет давить, давить на вас. Но проблема была побеждена. Он будет оказывать давление на вас. Просто посмейтесь над ним. Он начнет говорить, что ты будешь делать теперь, что ты будешь делать теперь, что ты будешь делать теперь. Они заберут твою машину. Они заберут твою машину. Не заберут, если я первой ее им отдам. Какая разница? Я верил в Бога, когда получил эту. Аллилуйя. Это дает мне возможность получить еще лучшую. Слава Богу. Иисус сказал, даже когда они будут гнать и преследовать вас, сейте это как семя. И велика ваша награда на небесах. Поэтому это не моя работа. Моя работа в том, чтобы идти по всему миру, проповедовать Евангелие всему творению, вовремя и не вовремя, быть скорым, проповедовать Слово Божье, проповедовать, когда хорошо, проповедовать, когда плохо, проповедовать, когда жарко, проповедовать, когда холодно, проповедовать, когда там есть люди, проповедовать, когда их там нет. Если там нет никого, кроме вас и Иисуса, тогда просто не обращайте внимания и проповедуйте все равно. Я делал это, я знаю других проповедников, которые делали это. Мой друг проповедник проводил собрание целую неделю, и ни один человек не пришел. Он арендовал здание, арендовал стулья, разместил рекламу. Там не было никого целую неделю, кроме него и его жены. И он проповедовал каждый вечер. Он призывал молиться каждый вечер. Он проповедовал Слово Божье. Он произнес некоторые из самых лучших проповедей, которые он проповедовал в своей жизни. Ну, конечно же, там ведь не было никаких неверующих, чтобы испортить это. И он просто продолжал проповедовать. Он просто продолжал и сказал Господу, «Ты сказал мне приехать сюда, и собрание людей — твоя проблема, не моя». И ни разу ни один человек не пришел на это собрание. Следующее собрание, на которое он поехал, он там проводил утреннее служение. Он сказал, «Я проповедовал то же самое, что я проповедовал недели раньше к пустым стульям и моей жене». Он сказал, «Там был человек, который подскочил посреди моей проповеди». «Боже мой!» — сказал он. «О, Бог на небесах! Я никогда не слышал такого Евангелия в моей жизни!» Он сказал, «Я пастор Методистской Церкви, и скажу вам прямо сейчас, это слово живого Бога, и я вкладываю 10 тысяч долларов в служение этого человека». Эти 10 тысяч долларов не пришли из-за этой недели. Эти 10 тысяч пришли из-за прошлой недели. Это были пожертвования прошлой недели. Вы понимаете это? Бог любит человека. Аллилуйя! Итак, молясь Духом Святым. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает, строит, укрепляет, заряжает, увеличивает своего внутреннего человека. 15 стих. Что же делать? «Стану молиться духом, стану молиться и умом». Верьте, что вы получаете, когда вы молитесь. Вы помните, как мы читали это? Верьте, что вы получаете, когда вы молитесь. Как я могу верить, что я получаю? Когда я не знаю, о чем я молился. Вы молились не себе, доверяйте Богу. Если бы издали закон, который говорит, вы не можете подарить вашему ребенку никакого подарка, пока он не сможет посчитать до 100. Это примерно то, что произошло в Эдемском саду, потому что у Бога был завет с Адамом. Все, что он попросит меня, я сделаю. Все, что я попрошу тебя, ты сделаешь. И мы сделаем это вместе. Но дьявол вмешался в это и сказал, ты не можешь ничего делать для него до тех пор, пока он не попросит тебя. И затем он начал омрачать человека и отталкивать его дальше от Бога, чтобы он не мог попросить его. Но помните, вы не можете дать ничего вашему ребенку, пока он не сосчитает до 100. Вы хотите сделать это сейчас. Ну, например, ему всего три года. Что вы будете делать? Вы опуститесь перед ним и скажете, скажи один. Он говорит один. Скажи два. Два. Скажи три. Три. И он не знает, что такое один. Один? Тайна для него. Сколько тебе лет? Два. Нет. Тебе три. Три. Нет. Скажи три. Три. Сколько тебе лет? Три. Он не знает, что такое лет. Он не знает, что такое три. Он не знает, что такое два. Он не знает, что такое один. Единственное, почему он говорит это, это потому, что вы говорите. Он доверяет вам. Наверное, это хорошо, потому что вы сказали это. Скажи один. Один. Скажи два. Два. Скажи три Скажи сто Сто Для меня это достаточно Что он сделал? Он молился тайной Понимаете? Но в том, что касалось его отца Благословен Бог Он посчитал до ста Отец засчитывает это Если вы хотите поспорить с этим, приходите и спорьте со мной Но не спорьте с мальчиком, спорьте со мной Вы слышите? Это то, что происходит, когда вы начинаете молиться в духе Вы выходите за пределы того, что знает ваш разум Ваш дух начинает молиться Внезапно вы обитаете в тайном месте Всевышнего Ходите в ваших мечтах Ходите во всех тайнах И вы ходите в этом И Бог говорит, давай, парень, пойдем немного со мной здесь, через эти тайны О, да, я верю, что я возьму это Да, ты имеешь в виду, что это мое? Да, я откладывал это для тебя 30 лет Почему же у меня этого не было? Потому что ты не знал, что это было там Позвольте мне задать вам вопрос Верите ли вы, что когда Бог призвал вас, Он уже Отложил все Приготовил, предназначил все Что вам только могло понадобиться в вашей жизни и служении Я верю в это всем моим сердцем А вы разве нет? Проблема в том, чтобы получить это С небес на эту землю Чтобы это проявилось в материальной сфере Верно? Позвольте мне спросить вас Если вы верите в это Тогда как много Бог отложил для вас с этого момента До полного Совершенного исполнения вашего служения Сколько это? Миллион долларов? Четыреста тысяч долларов? Пять миллионов долларов? Сколько миллионов? Я не знаю Я знаю, что это больше Чем достаточно Согласно Слову Божьему Я знаю, что это намного больше Чем у меня хватило бы смелости попросить Его Это больше того, о чем я могу попросить или помыслить Он Бог Я имею ввиду По богатству Его в славе Он восполняет мои нужды Я никогда не видел ничего подобного Я по-прежнему мучаюсь здесь со стократным воздаянием А Моисей сказал народу Израиля Бог умножит вас в тысячу раз А я по-прежнему мучаюсь цифрой сто А он говорит о тысячах Да Что такое тысяча тысяч? Это миллион Это просто несколько нулей Что такое тысячи миллионов? Миллиард Божьи одежды стоят дороже, чем это Вы слушаете меня Я снова возвращаюсь к моему вопросу Как много с того момента, где вы прямо сейчас? Вы можете обернуться назад И вы можете увидеть все, что вы когда-либо получали от Бога Я имею ввиду, все это позади вас Вы можете все это видеть Но повернитесь вперед И посмотрите вечность Как много оставлено для вас от того момента, где вы находитесь прямо сейчас До полноты Того, что есть полнота Вы понимаете? Полнота, полнота, полнота Будьте наполнены всей полнотой Божьей Нет, вы не знаете, как это много Это является тайной для вас Это является тайной для меня Это превосходит все, о чем я могу просить или помышлять О да Но это не больше того, во что я могу верить И это не больше того, о чем я могу молиться И это не больше Божьего обеспечения для меня О да, это для меня, я принимаю это Слава Богу, аллилуйя Это все пути Я не знаю, как сделать это, верно? Да, аллилуйя Друзья, у нас 5 миллиардов людей на земле Которые идут в ад Есть 6 миллиардов человек на этой земле И 5 миллиардов из них направляется в ад Если Бог не сможет пробудить нас И привести нас к тому, что превосходит все, о чем мы просим Или помышляем Чтобы мы шли и верили Ему об этом И становились доступными Я пойду Я пойду Я пойду Аминь Да Господь обеспечил нас прекрасным межконтинентальным самолетом И мы полетели через Тихий океан Направляясь в Австралию Поэтому мы направились в Австралию И, конечно же, мы полетели в Колдбей Прилетели в Колдбей и прошли по тому месту, где они продают топливо Я пошел туда, чтобы оплатить счет за горючее И та женщина закричала и начала плакать Она вопила так громко, что другая девушка из другого офиса Прибежала туда посмотреть, что с ней случилось И она увидела меня, и Джесси Дюплэнтис стоял рядом со мной И она увидела нас двоих, и она начала плакать Она сказала «О, брат Коплэнтис, брат Дюплэнтис, мы так рады и так потрясены» Она сказала «Мы смотрим вашу передачу каждый день в два часа утра» Я спросил «В два часа утра?» Они смотрят ее по спутниковому каналу «В два часа утра?» Она сказала «О, да, брат Коплэнт, здесь всегда темно весь день или светло весь день» Она сказала «Вы просто начинаете свой день с того времени, с которого захотите» И она сказала «Поэтому мы смотрим всех проповедников веры по телевидению» «Слава Богу!» И мы просто подстраиваем свой день под это Она сказала «Мы встаем в два часа утра, и мы смотрим вас по спутниковому каналу» Я сказал «Слава Богу!» И из того места мы полетели на Гавайи Вылетели оттуда на следующий день и приземлились в Маджура На Маршаловых островах для дозаправки Две тысячи морских миль от Гавайев Приземлились там для заправки Заправились и полетели в сторону Гвадалканала Хендерсон Филд На Соломоновых островах И заправились там Была моя очередь пилотировать И шел дождь Я должен был заходить по приборам на посадку в Гвадалканале Хендерсон Филд Я был немного уставшим И я решил, что я не буду выходить из самолета Работники заправят его И мне не нужно было следить за этим Я собирался съесть мой обед в самолете Они уже поели И кроме того, Джерри и Кэролин Сивейл Джесси и Кэти Дю Плэнтис и Глория Пошли в хвост самолета И они начали смотреть видео, проповеди И они проводили собрание Святого Духа над этим океаном И вы не могли бы их вытащить оттуда Я имею в виду, они начали там восклицать в хвосте самолета И вы чувствовали, как самолет делает вот так Если бы вы открыли дверь туда, вы бы увидели, что они хорошо проводят время там Слава Богу И они уже пообедали, поэтому я там кушал И один из людей зашел внутрь и сказал Там есть люди, которые знают, что вы в самолете И они хотят узнать, не могли бы они пожать вам руку Я сказал, ну да Я пошел и взял зонтик Он сказал, один из них таможенный агент Я вышел туда, и там шесть человек Стоят под этим небольшим навесом, прячутся от дождя Я подошел туда, знаете, с улыбкой на лице Я был просто восхищен тем, что кто-то в Гвадалканале на Соломоновых островах Имел представление о существовании этого служения Не говоря уже о том, что видел его по телевизору Я не знал, что они смотрели это через спутник Я подошел туда и протянул руку И тот человек, он был чернокожий Большой чернокожий человек На нем была форма таможенника Но на его лице были отметки племени На его лбу И вот тут племенные шрамы Знаете, племенные отметины И когда я подошел к нему Он мне не улыбался Он просто смотрел на меня Я пожал руки Он пожал мне руку И он по-прежнему не улыбался Он сказал, когда вы прилетите к нам? Я спросил, что? И он ткнул меня Вот так Он наклонился И он ткнул меня в грудь вот так Он сказал, когда вы прилетите Учить нас Этот человек достучался до меня И я помолился за всех них Возложил руки на них И я направился назад К самолету Боже мой, я вернулся в этот самолет И спросил Господь, что здесь происходит? Он сказал, разве ты не помнишь? И это было примерно за два года до этого Он сказал, ты пролетал здесь на самолете Авиалинии И я проговорил к тебе И ты вернулся И ты сказал, Джерри, Кэррин Севелла, Глория Сказал, вы были в том самолете И ты сказал всем троим Знаете, вот что нам нужно сделать Взять подходящий самолет И путешествовать по этим островам Потому что Смит Вигглсворт пророчествовал И сказал Последними местами на земле Которые увидят могущественную славу Бога И величайшее излияние в истории человечества Перед самым приходом Иисуса Будут острова мира И я сказал, нам нужно проповедовать На этих островах По всем океанам мира И ехать на все острова И Джерри Севелл сказал Боже мой, да, я верю, что это Святой Дух Я сказал, я знаю, что это так И мы все радовались Я сказал Богу, да, я помню это И Бог сказал Ты позволил этому ускользнуть Ты забыл обо всем этом И ты ничего не делал с этим Он сказал, я привлек твое внимание сегодня Верно? Я сказал, да, ты привлек Я сказал, я обещаю сделать это Я сделаю это Позже я молился Я спросил, Господь Когда ты дал нам этот самолет Как получилось, что ты не дал нам самолет С большей дальностью полетов, чем у этого? Он сказал, потому что ты перелетел бы Через эти острова Он сказал, теперь ты можешь идти И верить о самолете Гольф-стрим, если хочешь Но также добавил Мне пришлось посадить тебя в этот самолет Потому что я должен был вернуть тебя на эти острова Каким-то образом Слава Богу Мы вернулись домой и запланировали собрание Я проводил собрание в Колдбей, штат Аляска Да, там было 32 человека 38 человек, включая нас И у нас было прекрасное собрание Вы шутите? Там были почти все школьники из школы Все шестеро У нас было хорошее собрание Мы вылетели из Колдбей Теперь уже мы прилетали туда не за топливом Конечно же, мы заправились Но мы полетели туда целенаправленно, чтобы провести собрание И те люди плакали Затем мы полетели на Маршаловые острова И провели собрание на острове в городе Эбея Я упоминал об этом вчера Те люди плакали Они сказали, ничего подобного не происходило с тех пор Как мы получили наш остров назад в 1947 году от правительства США Они сказали, никто к нам не приезжает Никто не хочет приезжать и проповедовать нам Они сказали, Боже мой Единственная причина, почему кто-то прилетает сюда Это потому, что им оказывается по пути Они сказали, никто не приезжает проповедовать нам целенаправленно И мы взывали к Богу о знании откровения Пошли нам, Господь, кого-нибудь И у нас было собрание на острове Эбея Пришел потоп, дождь, когда мы были там В то время был сухой сезон Их цистерны для воды все высохли Они покупали воду с другого острова по 2,5 доллара за 4 литра Но они начали приносить пожертвования Я сказал им, что Бог даст им процветание И пошел дождь Выпало 28 сантиметров осадков, пока мы были там Это наполнило каждую цистерну, каждое ведро, каждый бак Это наполнило все, что было видно И я просто продолжал проповедовать Джесси Дуплентис и Джерри Севейл и я просто продолжили и проповедовали Мы проповедовали под дождем Я просто одел на себя свой плащ и продолжил проповедовать Это было замечательное время под дождем Там еще были собаки и все остальное И вы думаете, что мы не провели собрание? Да, и скажу вам еще кое-что Я собираюсь в Гвадалканал Я собираюсь на другие острова мира Аллилуйя Понимаете, это вышло за пределы того, о чем я мог просить и помышлять Я никогда не думал о том, чтобы молиться, чтобы ехать на эти острова Но я молился об этом долгое время Я просто не знал об этом Я должен был научиться доверять ему Я буду доверять Богу, чтобы лететь в Эбэе Я буду доверять ему, чтобы лететь в Колдбей Я буду доверять ему, чтобы ехать на другие маленькие небольшие острова Однажды Бог послал меня на Ближний Восток Чтобы послужить всего лишь одной женщине Он поднял меня и сказал Я хочу, чтобы ты полетел И я спросил, зачем я еду? Он сказал, я скажу тебе, когда ты доберешься туда Я прилетел туда Бог хотел, чтобы я приехал ради одной женщины Я спросил, как получается, что ты послал меня за 9000 миль Чтобы послужить одной женщине Он сказал, ты единственный, кого она будет слушать Я сказал, о Господь Он сказал, Кеннет, она моя дочь И добавил, я могу себе это позволить Он сказал, я задам тебе этот вопрос Если бы у тебя были деньги И Келли была бы в беде Или Терри была бы в беде И у тебя были бы деньги И ты бы знал, кого они послушают Тебя бы интересовало, сколько это стоит Если бы тебе пришлось оплатить кому-то поездку через полмира Чтобы он приехал и послужил одной из твоих дочерей Я сказал, нет, деньги не важны в такой ситуации Он сказал, для меня тоже И он сказал, я бы хотел, чтобы ты осознал этот факт И я осознал этот факт, аллилуйя Я осознал Встаньте, пожалуйста Верьте, что вы получаете Когда вы молитесь Верьте, что вы крепко утверждаетесь Духом Божьим В вашем внутреннем человеке Когда вы молитесь Верьте, что вы получаете несравненно больше всего О чем вы можете попросить или подумать Молитесь о том, что вы могли истолковать это И Рэма Слово Божьего Будет выходить из ваших уст время от времени У вас будет убежденность внутри Время от времени Понимание или идея Аллилуйя Мы соберем вместе все то, чему мы научились на этой неделе И подойдем к практическому знанию Некоторых вещей О которых вы можете узнать в Слове Божьем Но совсем другое дело Действительно осуществлять их И верой принимать принципы Слово Божье Стоять на них И ходить в них до полной победы Или, как сказано в послании Иакова Терпение же должно иметь совершенное действие Чтобы вы были совершенны Во всей полноте Без всякого недостатка Когда речь идет о терпении Как вы уже слышали То, что я говорил раньше Это не значит просто смиряться с этим До тех пор, пока, возможно, каким-то образом Все это изменится Или еще что-то Нет Слово, переведенное здесь как терпение Означает быть постоянно Неизменно тем же самым Давайте откроем 3 главу послания к евреям Первый стих Итак, братья святые Участники в небесном звании Уразумейте посланника Посланника Это перевод греческого слова апостол Означающее того, кого послал Бог И первосвященника исповедания нашего Или наших слов Оба значения подходят Мне особенно нравится слово Исповедание Потому что я действительно живу Словами моих уст Профессиональный спортсмен Живет игрой, спортом Игрой, которую он играет Это его профессия Как верующий Я живу верой И моими словами Наполненными верой Согласованными С наполненными верой действиями Называя несуществующие Как существующие Поступая так Словно это уже произошло Потому что С моей точки зрения Это уже произошло И я не движим тем, что я вижу Я не движим тем, что я чувствую Я движим тем, во что я верю И я благословлен Постоянно развивая Это благословение Постоянно развивая Образ жизни Куда бы вы ни шли Что бы вы ни делали Что бы вы ни говорили И я верю Что то, что я говорю Осуществляется Поэтому у меня есть То, что я говорю Итак Уразумейте того Кого послал Бог И первосвященника Исповедания нашего Иисуса Христа Помазанного Иисуса Который верен Поставившему Его Позвольте мне просто Перефразировать То, что я сказал И тогда вы сможете Восклицать об этом Кто-то приходит и говорит Я просто не понимаю Как это исповедание И провозглашение Слова Божьего Имеет какое-то отношение К чему-нибудь Я не понимаю этого Что ж, вы в правильном месте Потому что я сейчас Объясню вам Просто как человеческое Существо само по себе Просто не что иное Как что-то на полголова Лучше, чем обезьяна Единственная разница Между вами и обезьяной Это то, что вы умеете говорить А обезьяны нет На таком уровне Мне не важно, что вы сказали Это не принесет больше изменений Чем крик о славхлево Но это не то Кем вы являетесь Это не то Ни один мужчина Или ни одна женщина Не стоят так низко Даже у неверующего Есть право Говорить слова Именно так Он получает спасение Потому что сердцем Веруют к праведности А устами Исповедуют ко спасению Аминь Это не просто Вы или я Послание к евреям сказано Уразумейте того Кого Бог поставил Над своим домом И помазал его Как первосвященника Над нашими словами И делами веры Это его помазание Это его работа И он Более верен В его доме Чем Моисей Был в своем И последний дом Достоин больше славы Чем прежний дом Иисус был поставлен Он был послан Он был помазан Всемогущим Богом Чтобы следить за этим Чтобы приказывать Всем ангелам Следить за этим Чтобы дать Духу Святому поручение Следить за этим Что когда вы Говорите его слово Когда вы говорите Слова главного благословения Чтобы главное благословение Работало Аллилуйя И он Хранитель слов веры Ваши ангелы Принимают участие Они были назначены Чтобы стоять рядом с вами И слушать все Что вы говорите И в вас есть Мудрость Божья У них нет никакой Мудрости Помните Дабы соделалась Известную Начальством и властям Многоразличная Премудрость Божья Через церковь Сказана в Библии А не жду Чтобы увидеть то Что у вас есть У вас есть Дьявольская группа С одной стороны И ангельская группа На небесах с другой Иисус Господь И господин одной группы Дьявол Господь И господин другой И дьявольская группа Просто группа ничтожеств Но вы решающий свидетель Вы как царь Производящий суд За вами Окончательное слово Ибо от слов своих Оправдаешься И от слов своих Осудишься И все ваши пустые слова Бесполезны Праздные слова Они бесполезны Ну знаете как это Брат Каждый год в это время Мы все заболеваем гриппом И думаю Что мы подхватим его Снова В этом году Мы сделали Мы сделали несколько Прививек от гриппа В прошлом году И половина из нас Заболела из-за этого Разве не так? Но именно так это с нами и происходит И это негодное правительство Знаете Они тоже ни на что не годны Они никогда Никогда не будут хорошими Я думаю Что именно так все и есть Когда вы бедны Да Но увидимся с вами завтра Если поезд не собьет меня До этого времени Я собирался купить новую машину Я хочу Чтобы вы поняли Кое-что еще Я бы не стал это делать Если бы Господь не хотел Господь Ты не хочешь Чтобы я делал это Вы позволите мне? Я собирался купить себе Новую машину Но проклятие Божье Та, которая у меня есть Ни на что не годная Просто проклятая вещь Вы слышите это? Понимаете? Используя инструмент Благословения В проклятии И это не обязательно То, что вы и я И что мир считает Богохульством Это настолько же Богохульно для Бога Когда вы говорите Ну, я не знаю Кажется, что это исцеление Наверное, хорошо Для кого-то другого Но не для меня И это не потому, что я Есть времена, я знаю Мне становилось немного лучше Но то, что я не могу понять Это вся эта ерунда Которая проповедуется О процветании Господи, Боже мой Я просто не понимаю Это богохульство для Бога Он сказал в 33 главе Иеремии Мне приносит честь И хвалу и радость Когда мир видит Все благо, которое я принес И все процветание Которым я наделил тебя Ну, я верю, что Бог Хочет удерживать вас бедным Чтобы Он мог научить вас чему-то И это богохульство Понимаете, использовать имя Божье В сочетании со словом Проклятие, богохульство Это значит произносить его Напрасно Праздно В суе Значит, Он не должен быть тем Кто проклинает Это не было бы богохульством Если Бог был тем, кто проклинает Он не проклинает Он не осуждает Он освободитель Поэтому наполните ваши уста Словами освобождения Кто-то приходит к вам И он может чувствовать Я видел людей, которые Даже когда дела идут хорошо Вы не можете добиться Ничего хорошего от них Вы знали, кого-нибудь такого? Вы приходите и говорите Как ты поживаешь? Ну, бывало и лучше Но я знаю тебя 30 лет И никогда не слышал Ничего лучшего, выходящего из тебя Я спросил Господа однажды Как отвечать на такое? Он ответил Прежде всего, моим людям Вообще не нужно спрашивать Друг друга о том, что они чувствуют Он сказал Мое приветствие было шалом На еврите вопрос звучал так Как твой мир и процветание? И вот ответ Все на месте, ничего не сломано Я сказал А как Господь люди, которые не знают этого? Они подходят и спрашивают тебя Как твои дела? Ну, я то и другое и третье И Бог сказал Просто сделай одно исповедание Я спросил, какое? Скажи им Прекрасно У меня все прекрасно Дела идут просто прекрасно И они говорят Ну, я узнал, что у него не все так прекрасно Он лжет Но если нет других причин То только лишь из-за того, что я на один день ближе к воскрешению Боже мой Я имею ввиду Это должно быть прекрасно само по себе Созидайте привычки веры Созидайте слова веры Созидайте мысли веры Созидайте словом Божьим Целый образ мышления В благословении Я благословлен Слава Богу Сатана, я исцелен И ты пытаешься забрать у меня мое здоровье Я не больной, который пытается стать исцеленным Я исцеленный И ты пытаешься забрать мое здоровье И я не собираюсь позволить тебе забрать его Я противостою тебе До тех пор, пока не придет восхищение церкви Слава Богу Чему же мы противостоим? Мы поставлены противостоять всему Что Иисус понес за нас на кресте На кресте Он понес наш грех Мы противостоим греху Он понес наши болезни Мы противостоим болезни Мы противостоим этому всеми возможными путями Которые у нас есть для противостояния Но в первую очередь, прежде всего, словом живого Бога. Аллилуйя. Вам нужно прийти к тому, что ваша Библия — это первое, за что вы хватаетесь. И неважно, хорошо все, плохо, безразлично, болезнь, немощь, деньги, что бы там ни было. Берите вашу Библию, обратитесь к обетованиям сначала, обратитесь к мудрости Божьей сначала, и затем ходите в этом. Наполните свои уста этим, хвала Господу. Пусть дьявол знает, каждый раз, когда ты выходишь против меня, все, что ты получишь от меня — ничтожество. Все, что ты услышишь от меня — это я благословлен, а ты, дьявол, проклят, убирайся под мои ноги. Встаньте, пожалуйста. Возьмите в свои руки Библию. Мы уже почти закончили. Откройте 28 главу книги Второзакония. Второзаконие 28. Чтобы проиллюстрировать это, вы можете посмотреть это. В этой главе записано проклятие. В первых 14 стихах описано благословение. А дальше проклятие. И вы можете обратиться и найти все, что плохо. Вы можете найти все, что жизненные бури могут обрушить на вас. И теперь держите это место открытым. И также откройте третью главу послания к Галатам. И все из вас, у кого есть какие-то проблемы в вашем теле прямо сейчас, я хочу, чтобы вы ухватили за это, пока мы делаем это. Я демонстрирую это вам, но я хочу, чтобы вы научились тому, как делать это. Научитесь как. Ходите в этом. Не позвольте этому скользнуть. Хорошо, не закрывайте третью главу послания к Галатам. И откройте снова второзаконие 28.61. И всякая болезнь, и всякая язва, не написанная в книге закона сего, будет наведена на тебя. Теперь скажите это громко и прочитайте это. И всякая болезнь, и всякая язва, находятся под проклятием закона. Не закрывайте это, откройте третью главу к Галатам. Христос искупил нас от проклятия закона. 13 стих. Христос искупил меня от проклятия закона. Прочитайте это так. Поэтому я искуплен от всякой болезни. Всякой язвы. Даже не написаны в этой книге. Снова откройте второзаконие. Всякая болезнь, всякая язва под проклятием закона. Христос искупил меня от проклятия закона. Сделавшись проклятием за меня. Снова откройте это. Всякая болезнь, всякая язва, находится под проклятием. Христос искупил меня от проклятия. Христос искупил меня от проклятия. Это боль в спине. Теперь вставьте сюда все то, в отношении чего вы стоите в вере. Боль в спине, боль в ступне, боль в глазу, в ушах. Что бы это ни было. Какая бы ни была ситуация. Я скажу вам. Вы могли бы взять ситуацию, на которую вы направили ваше пожертвование. Эта боль в спине. Находится под проклятием. Христос искупил меня от боли в спине. Эта боль в спине. Находится под проклятием. Христос искупил меня от проклятия. Поэтому я искуплен от этой боли в спине. Боль в спине? Уходи. Ты не часть благословения. Мое благословение против тебя, боль в спине. Иисус пролил кровь. За мой завет. Исцеление и здоровье. Я искуплен от проклятия. Слава Богу, я искуплен от боли в спине, боли в ногах, боли в голове, от всех остальных видов болезни и немощи. Всякий вид нищеты, которого вы можете представить, описан в этой 28 главе второзакония. Поэтому, посмотрев 28 главу второзакония, давайте прочитаем 38 стих. Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поест их саранча. Скажите это громко. Нищета находится под проклятием. Христос искупил меня от нищеты. Нищета находится под проклятием. Христос искупил меня от проклятия. Я искуплен от нищеты. Я искуплен от этого. Аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, 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 Благословен Агнец Божий, Аллилуйя Скажу вам вот что Мы могли бы... Я мог бы продолжать и продолжать Я мог бы рассказать вам более 40 лет опыта хождения и хождения в этом И скажу вам, везде, где я терпел неудачу, в принятии Это были всего лишь одна или две причины Или их сочетание Либо из-за непрощения Или потому, что я позволил ускользнуть тому, что я только что описал вам сегодня Это наполненные верой слова и соответствующие действия Называя несуществующие, как существующие Аллилуйя, Аминь Когда вы просыпаетесь утром С болью или без боли С долгами или без долгов Вы просто говорите, о Господь Иисус Я хочу поблагодарить тебя, что я процветающий Я здоров Я исцелен Ну, я не знаю, почему ты это говоришь Я узнал, в каком беспорядке твои дела Ну, это не имеет никакого отношения к этому Я благословлен Я благословлен Я благословлен 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 Если же у вас есть проблемы в вашем браке И так далее Посмотрите 28 главу в Террозаконе Она говорит о том, что ваши дети будут забраны Она говорит о том, что ты обручишься с женой И что она ни на что не годна Обручишься с мужем И что он ни на что не годен Я хочу сказать вам прямо сейчас Вам не нужно обращаться к мирским способам Чтобы все исправить Просто окунитесь в Слово Божье Я имею ввиду, уделите время Время тому, чтобы делать это Так, чтобы у вас просто было время веры Время силы Божьей Возьмите места Писания И основывайте вашу веру на них И скажите, я вкладываю свою веру в свои уста И во имя Иисуса Слово близко ко мне В моих устах Слово веры, которое я проповедую Аллилуйя И ходите по вашей спальне И проповедуйте это Благословен Господь Я имею ввиду, вы проповедуете это небесам Вы проповедуете это демонам Проповедуете это себе Скажу вам еще вот что Мои дети не идут в ад во имя Иисуса Я запрещаю это И теперь, если вы собираетесь быть благословленными Вам придется начать обращаться с этими детьми Правильно Перестаньте обращаться с ними как с неверующими И начните обращаться с ними как с благословленными О, да Брат Коплант, вы не знаете, какие у меня дети Для чего вы хотите это сказать? Ну, вам нужно увидеть этих маленьких Именно так Они точно такие Как вы говорили А вам стоит говорить Мои дети научены Господом И великий будет мир у моих детей Мои дети наполнены честью и благостью И рассудительностью Слава Богу О, они сильны в Господе Вы уже лучше себя чувствуете Слава Богу, аллилуйя И позвоните им и скажите им это Позвоните им как-нибудь и скажите Эй, говорю тебе прямо сейчас У тебя больше не будет никаких проблем с твоим папой Нет, не будет Я научился некоторым вещам из Слова Божьего Слава Богу Аллилуйя И я хочу извиниться за все проблемы Извиниться Ну, я не собираюсь извиняться перед этим маленьким сопляком Примите всю вину Давайте Примите всю вину Иисус забрал всю вашу вину Возьмите всю вину Мне не важно, что это было Мне не важно, что произошло Это не что иное, как ваша гордость И это не сработает Бог гордым противится А смиренным Дает Благодать Просто позвоните им И скажите У вас не будет больше проблем с папой Я совсем недавно узнал, как сильно я люблю вас Я просто хочу сказать вам прямо сейчас В любое время Когда захотите приехать домой Приезжайте домой Приезжай домой, я хочу увидеть тебя Я бы хотел обнять тебя И сказать тебе все то, что я должен был говорить тебе последние 25 лет Ты мой сын Ты моя дочь И я собираюсь позвонить тебе и сказать тебе Я люблю тебя Ты просто устанешь слышать, что кто-то любит тебя И что кто-то заботится о тебе Скажу тебе, я собирался компенсировать все проблемы, которые я доставил тебе О, подожди минутку, папа, это была моя вина Моя вина, я имею в виду, я просто И вы просто будете спорить о том, кто из вас больше виновен Аминь У благословения есть способ, как сделать это И разворачивать эту ситуацию на 180 градусов И вы начинаете влюбляться в людей Которых вы до этого терпеть не могли Но причина, почему вы не могли, это из-за слов ваших уст Как вы поживаете? О, я благословлен, у меня все прекрасно Бог разработал путь того, как вы, я Или любой другой человек на земле Который захочет это сделать Может стать частью небесной И земной Божьей системы наград и благословений Послушайте Я могу присоединиться К могущественным благословениям Божьим Пребывающим на Билли Грэме Или на любом другом великом пророке И апостоле Божьем Помогая им делать то, что они делают Аминь Бог нелицеприятен Алилуйя Вы можете стать частью того Что мы с Глорией И все сотрудники нашей миссии Получаем в качестве Божьих благословений И Божьей награды Помогая нам делать эту работу Все очень просто Но как раз все, что делает Бог Является простым, реальным и эффективным Отец, я молюсь за тех людей, которых Ты призываешь И которым Ты говоришь сеять в это служение И во имя Иисуса Я молюсь об их благословениях И я молюсь Об их небесной и земной награде За то, что они делают Во имя Иисуса, чтобы Помочь нам делать то, что делаем мы Жертвуя Тебе, Господь Иисус Мы принимаем это во имя Иисуса Аминь Если Господь ведет вас это сделать Молитесь об этом И действительно верьте Что Бог ведет вас это делать Если вы хотите Заказать наши книги Воспользуйтесь информацией Которую сейчас видите на своем экране До встречи А пока помните, что Иисус Господь Субтитры создавал DimaTorzok